Добрый день всем кто заглянул на мой канал меня зовут Репина и сегодня я хочу показать как себя чувствуют орхидеички после пересадок но пересадки были уже довольно давно и я вдруг выяснилось что оказывается я их после пересадок не показывала или если показала то тоже это было уже очень давно и кстати спасибо большое всем всем кто спрашивает о моих орхидеичках о том как они себя чувствуют всех всех вас благодарю за то что просите что-то показать потому что мне самой тоже так интереснее ну а теперь приступим к орхидейкам это у меня леку фантастик я его пересаживала у меня есть видео от 24 сентября 19 года ссылочка на него сейчас всплывет подсказки ну и вот как он себя чувствует в принципе чувствует он себя хорошо этот листочек он уже домашний за полгода вот вырос вот такой длинный листик вот можете сравнить как как он как он рос вот этот листик это вот крайний магазин листик с которым я его купила этот листочек уже доращивался вот как бы дома и насколько смог в принципе также и дорастился а также и дорос прошу прощения и в принципе он можно сказать такого же размера как вот и магазины предыдущие до него не предыдущий а вот нижний лист а вот этот полностью домашний лист он уже он уже весь вот такой вот длинненький хорошенький вот как должен вот как должен цвести этот сорт это фотографии магазинного цветения ну и вот что тут на данный момент в горшочке уже посажен в кору кара керамзит не помню есть тут уголь нету угля и вот можете наблюдать новые корешочки их много за полгода наросло много корешочков особенно вот с этой стороны вот они все с растущими кончиками и также можете видеть и пропавшие корни это магазин и корни кстати корневая у него была не очень у него все корешочки были на ниточках то есть корни были в лучшем случае ну можно сказать так если по пятибалльной шкале на натянутую тройку и вот эти корни они все пропали вот магазины но не все а часть магазин корни вот они они все пропали а эти корни вы сами видите что они новые все в горшках корни вот этот вот корень вот они идут от шейки так керамзит у меня сыпется во все стороны здесь по моему листочек отсушил по моему кажется тут был вроде листочка а то а может и не был вот этот листик он на треснутый еще из магазина и вот кстати сейчас я вставлю скрин после того как я его пересадила как он как он выглядел на тот момент полгода назад сверху наружные корешочки я вот постаралась укрыть керамзитом ну те корни уже которые выше растут уже их уже никак не укроешь и вот вот жалко вот корешочки например он тут уже портится вот уже все он погибнет к сожалению в этом моменте в этом месте вернее тут уже даже и виламин уже и ссыхает к сожалению ну кончик пока у него растет но я я пока трогать не собираюсь пока как есть так и есть так и растет пускай и следующая хитричка это кого да оба эти фалинопсиса я покупала у нас в самаре в юге брала цветущими и кого да я пересаживала 10 месяцев назад сейчас всплывет ссылочка на ее пересадку это видео от 6 июня девятнадцатого года и вот ее магазинное цветение кстати пересаживала я ее тоже цветущую лека по моему уже успела цвести к моменту пересадки а ее я пересаживала цветущей не помню не помню как повели себя цветы по-моему они немножечко они еще она еще подцвела по моему еще может недельки две а потом она уже стала цветочки уже стали подвидать и вот как она себя чувствует она сейчас у меня похожа на пальмочку потому что отсушила нижние несколько листочков ну и вот это вот своеобразная конечно видимо генетической такой у кооды растить корешочки вот так вот между пазухами и вытягивать вот так вот вытягивать стволик оно конечно маленько маленько меня убивает ну ладно вот и и корешульки тут еще воздушные посажена она у меня уже в другой субстрат здесь кора керамзит здесь есть то ли перлит то ли кремневит по моему перлит и кремневит то ли серамис по моему по моему кремневит то есть субстрат влагоемкий корни зеленые видны я ее буквально вчера поливала и видны также и растущие корни и видно что за 10 месяцев вот это новые корешочки здесь наросли вот они с этой стороны вот особенно хорошо видно что это у стен горшочка это уже новые корни то есть чувствует она себя хорошо тургор листьев не терялся после пересадки не у нее в принципе у лека тоже не терялся но а нижний лист она у лека нижний лист уже собирается просто желтить вот я вижу уже такой с желтизной уже маленько а здесь это я его вот такой вот покупала травмой и у кооды тоже тут на листочке вот такая вот какая-то ерунда это тоже я ее с ней покупала она никак не прогрессирует никак не растет и у кого до корешочки кстати тоже украшен не тоже а это я к тому что я вот не до в недавних видео рассказываю про торфяное волокно и вот у кого ты тоже корешочки укрытые вот этим торфяным волокном и вот видите можете посмотреть как вот он на себя она на себя вот весь налет собирает это торфяное волокно снизу конечно вот открытие корень он уже тоже стал пачкаться стал тоже темнеть но это все должно обновляться конечно со временем а так уже здесь за 10 месяцев естественно за 10 месяцев так было уже можно было уже десять раз поменять это волокно сверху но пока пока не нужно пока нечем ну и к сожалению но никуда не уйти от нашей воды от этих вот налетов на корнях никуда не уйти это при том что я уже давно я уже сколько месяцев я поливаю все свои орхидеи фильтрованной водой и кстати хотела показать вот здесь у нее что-то растет помимо корней вернее пока еще не растет пока еще только проклюнулась вот видите вот между корешочками вот пипочка вот она и пока она в таком размере что не вас невозможно пока понять что это но вроде как бы на корень не очень похоже судя вот по уголочку еле заметному уголочку остренького но это мне хочется так думать что он остренький ну ладно поживем по увидим что это корешочек очередной или может быть она цвести решила или может быть дать детку в моих условиях они любят детковаться кстати вот эти листочки они уже вот эти листочки они магазины эти листочки они уже домашние и вот еще очередной домашний листочек растет как можно отличить магазины и листочки у домашних магазины и они всегда меньше размером и он магазинный листочек вот вот магазинный листочек дорос и все а следующие домашние листья они уже растут крупнее то есть вот это когда на нормальное развитие орхидеи и в принципе я уверена что она у всех так если орхидеи и здесь орхидеи никак не не больна и если у нее все нормально с корешочками то вот листочки вот так вот растут а маленькие мелкие листья у орхидеи когда у нее не хватает ей питания корневая слабая тогда у орхидеи мелкие листья но опять же все равно все равно следующие листья все последующие листья с нарастающей корневой они все равно будут уже крупнее и сейчас давайте я вставлю скрин скрин с видео когда я ее пересадила когда у нее все листья еще были вот нижние листья еще были на месте ну и вот такой вот у меня сегодня обзор вот этих двух орхидеечек спасибо вам всем большое за ваше внимание спасибо за то что подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте всем кому интересно ссылочка на мою группу вконтакте вы найдете под видео кто не подписался на канал еще подписывайтесь пожалуйста для вас это пустяк а мне это очень приятно ставьте лайки оставляйте комментарии не стесняйтесь и всем пока до новых видео